Понижение температуры лишь на 1 градус приводит к увеличению объёма потребления тепловой энергии на 4,6%. 4,6-4,7%. Так вот, это просто простая математика. В связи с тем, что температура у нас в ноябре месяце была 2,6 градусов, минус 2,6, а в декабре 10,7 – это практически 8 градусов. Разница 8 градусов. Мы перемножаем 8 градусов на, как я вам сказал, изменения, то есть 4,6% на 1 градус, получаем ориентировочно на 36% увеличилось потребление тепловой энергии декабря относительно ноября из-за 8 градусов мороза. В связи с тем, что показания приборов учёта сдаются с 23 по 23 число, как раз у нас, получается, это попадает опять же в холодный период времени, и у нас также с декабря 23 числа по январь 23 число буквально, у нас только сейчас повысилась температура, плюсовая температура, то январские начисления нам также всё-таки придётся ждать достаточно высоким, то есть будут они на уровне декабря месяца. Это сложившийся факт, что начисления за 2020 год по всем потребителям, которые потребляют тепловую энергию от сетей Казэнерго за 2020 год, ниже уровня 2019 года на 1,9%. То есть мы в целом начислили, и в целом жильцы должны были получить свои китайцы в квартпатах, в целом, если погоду считать, на 1,9% ниже начисления за отопление. И это при том, что тариф с 1 июля 2020 года был повышен на 3,5%. Всего показаний производит управляющая организация, она передаёт эти показания нам. Мы, получив эти показания, их проверяем. У нас есть специальная служба энергозабытая, которая проверяет показания на их правильность. То есть смотрят, чтобы там не было неправильности учёта, смотрят, чтобы не было погрешности приборов учёта, смотрят на поверочный интервал приборов учёта. Повлиять на температуру при резком снижении температуры наружного воздуха возможен только в случае, если на доме стоит узел погодного регулирования. Если его нет, то система становится более инертной, и поэтому понижение температуры в квартире происходит намного дольше. Поэтому и температура в квартире достигает 28 градусов, она некомфортная, очень жарко открывают балконы, и, естественно, переток, и за это приходится жильцам больше платить. Здесь весь вопрос установки узла погодного регулирования. В этом случае необходимо обращение, конечно, в управляющую организацию, что такое происходит, с требованием или с просьбой собирать максимально большее количество подписей, чтобы установили узел погодного регулирования. Законодатель наш позволяет устанавливать прибор учета. Это, опять же, определено требованием законодательства, что можно установить прибор учета на каждую батарею. На каждую батарею. Ну, во-первых, для того, чтобы ее установить, необходимо будет получить совместно с управляющей компанией акт о том, что о наличии технической возможности. Во-первых, его установки, то есть совместное собственное помещение и управляющая организация, они смотрят техническую возможность установки прибора учета и после этого устанавливают. Представьте себе, надо его установить на каждую батарею. Это практически невозможно, это будет, наверное, очень дорого, но это и не позволит как-то экономить ему, потому что это необъяснимо высокие стоимости по сравнению с тем, что он получит какую-то экономию в будущем, тем, что он будет экономить на этом. А вот в новых застройках, где уже идет горизонтальная разводка, там практически везде предусмотрено или уже стоят приборы, что-то, либо если их нет, то их возможно установить. Тарифный комитет действительно нам устанавливает тарифы. Он установлен в 2019 году и составляет 1856 рублей за 1 гиги калорию. Установлены тарифы у нас, они прозрачные. Стандарты раскрытия информации, они опубликованы на сайте тарифных комитетов, то есть с ними могут ознакомиться все. Тариф наш действительно энергоемкий, он очень энергоемкий. То есть в нашем тарифе 1856 рублей, составляющая газа, электроэнергии и сырья 67%. Представьте себе, это такая большая энергоемкость. Амортизация и ремонт тепловой сети наших котельных, нашего оборудования составляет 10%. И персонал, который занимается обслуживанием, который занимается с бытовой деятельностью, это 20%. То есть если в совокупе энергозатраты, амортизация, ремонт и фонд оплаты труда, это 97% тарифа. То есть он абсолютно обоснованный и абсолютно незавышен. Я небольшую взял информацию по соседним регионам, где тоже так же установлено тарифы тепловой энергии. У нас практически самые минимальные тарифы. В Ижевске более 2000 рублей, 2075. В Ирове составляет от 1976 до 2200. В Мариэл 2074 рубля. В Ульяновске 1900. Вот в Самаре, да, там в Самаре единственный тариф ниже 1844 рубля. Здесь добавить уже нечего. Единственное, что, естественно, могу сказать, что мы работаем на благо каждого жителя города. Обеспечиваем нашей миссией является обеспечение качественного, надежного теплоснабжения города. Чтобы каждый жилец, каждый житель города был доволен теми услугами, которые мы предоставляем. Естественно, мы стремимся к тому, чтобы и потребители, которые потребляют нашу услугу, были так же положительно настроены к нашей компании. Своевременно и вовремя оплачивали за тепловую энергию в своих питанцах. Ну и действительно всем только лишь успехов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!